Как оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях? Об этом говорили в Доме культуры «Искра». Открытый урок для школьников Уссурийска посвятили Дню памяти жертв, которые погибли во времена Холокоста. На протяжении 12 лет нацисты Германии, как и их союзники из разных стран, пытались полностью истребить целую нацию. Около шести миллионов человек с оккупированных территорий были убиты нацистской Германии во время Второй мировой войны. Уничтожали без разбора мужчин, женщин и детей. Об этом школьникам рассказал актёр театра имени Веры Комиссаржевской. Сергей Денишкин привёл в пример книгу психолога Виктора Франкла, который писал произведения в условиях концлагерей и сумел показать, на что способен человеческий дух. Я её прочитал где-то года три назад, случайно попал, когда выбирал материал для студентов для постановки в Приморском краевом колледже культуры. Книга рассказывает о том, что человек может находить смысл в любых занятиях, даже когда глубоко переживает события. А когда такой возможности нет, придумывать свои причины жить. Сергей Денишкин увидел в произведении отображение современных реалий. Такие темы непросто доносить детям, но эта лекция вышла сильной и эмоциональной. Это важно, потому что не только о событии идёт речь, речь идёт о том, как люди выходили из этих ситуаций, как люди продолжали держать вот этот дух внутри себя. Я считаю, что это нужно рассказывать с самого раннего возраста, потому что от поступков людей любого возраста зависит наше будущее. А это уже холл Дома культуры Искра. Здесь, после открытого урока, школьники могли познакомиться с книгами о Холокосте. Выставку организовала библиотека номер 5 города Уссурийска.